Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера Локомотива, многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны. Легендарный Юрий Павлович Сёмин в 2015 году, будучи рулевым Саранской Мордовии, добился с ней наивысшего достижения в истории. Команда стала восьмой в элитном дивизионе. С тех пор не только для болельщиков Локо, но и для мордовских любителей футбола Юрий Павлович стал почитаемым народным тренером. Сам Сёмин также не скрывает, что испытывает особые чувства по отношению к нашему региону. Поэтому на предложение провести в Саранске детский турнир на Кубок своего имени легендарный тренер сразу согласился. Мордовия, ну, часть жизни моей тоже здесь прошла именно футбольной. Я помню полные стадионы, которые приходили здесь болельщиков. Я помню радость этих болельщиков. На мой взгляд, что мы тогда работали, работали достаточно хорошо. И в целом в Мордовии, наверное, нужна команда. Имея такой стадион, имея такую инфраструктуру, команда нужна, наверное, завтра первой лиги, послезавтра, наверное, высшей лиги. Первый кубок Юрия Сёмина собрал в Саранске 16 команд из 13 городов страны, в том числе сборной академии клубов, выступающих в российской премьер-лиге. Это воспитанники Екатеринбургского Урала, Тульского Арсенала, Питерского Зенита и, конечно же, столичного Локомотива. Добавим сюда традиционно сильные команды Московской школы Строгино, Песчанокопской Чайки, Толятинской академии Коноплёва, Ярославского Шинника и футболистов местного межрегионального центра. Получим абсолютно топовый турнир уровня первенства страны. В финал которого, кстати, многие команды-участницы пробились. Задача наша, чтобы наши детишки играли с ведущими академиями, чтобы мы проверили, как скажем так, свою готовность на их уровне. Естественно, мы где-то можем проиграть, где-то можем выиграть, но для нас это каждая игра с хорошими командами, это шаг вперед. Поэтому и будем дальше стремиться приглашать все ведущие академии к нам на турниры, хоть летом, хоть зимой. По регламенту соревнований 16 команд были разбиты на 4 группы. Затем победители своих квартетов вышли в полуфинал и разыграли места с 1 по 4, вторые команды с 5 по 8 и так далее. Одним из самых напряженных и драматичных поединков турнира стал полуфинальный матч между местной Мордовией 2008 и Екатеринбургским Уралом. Страсти на поле, трибунах и чатах в прямой видеотрансляции в интернете кипели нешуточные. В итоге этот поединок, который капитан саранской команды Николай Егоров назвал самым сложным в его карьере, закончился победой хозяев со счетом 2-1. В другом полуфинале питерский «Зенит» по пенальти выиграл у столичного «Локомотива». Вспомнился мне матч с Уралом, наверное, один из самых моих сложных матчей вообще за небольшую мою карьеру, так можно сказать. Ну, понравилось мне в нашей команде, ну, больше всего мы, наверное, отличились своей силой воли, характером, то есть бились до конца. Финальный матч между Мордовией и «Зенитом» собрал на трибунах Манежа достаточно большое для подобного уровня турниров количество зрителей. В итоге обладателями первого кубка Юрия Семина стали хозяева поля футболисты местного межрегионального центра. Они победили «Зенит» со счетом 3-1 благодаря голам Константина Гаранина, Артема Гивко и Константина Егорова. Медали и индивидуальные призы победители и призеры получили из рук легендарного Юрия Семина. Во-первых, спасибо за приглашение на этот турнир, за организацию этого турнира. Он организован просто блестящий, во-первых, манеж потрясающий. Я думаю, в России немного таких манежей. Это очень хорошая идея организаторов для популяризации футбола, для того, чтобы молодые ребята прогрессировали, чтобы они встречались между собой. Вот сегодня были такие сложные матчи, но после матча вы посмотрите, как эти молодые ребята между собой прощались, расставались, видимо, до следующих встреч. Сколько было болельщиков, достаточно много. Поэтому этот турнир прошел, и важно то, что этими турнирами будет новое развитие футбола нашего. Именно эти молодые ребята будут в дальнейшем играть за наши сборные, за наши клубы. Поэтому мы должны уделять им большое внимание. Лучшими в своих амплуа были признаны галкипер и защитник питерского «Зенита» Григорий Рыжков и Андрей Федосеев, хавбек столичного локомотива Артем Сельнов, нападающий Урала Иван Митин, лучший игрок из Мордовии Михаил Вишняков, а также главный «Галеодор», с которым с восемью мячами стал Константин Гаранин из Республиканского межрегионального центра. Организация понравилась Манеж. Манеж очень приличный, с беговыми дорожками, с хорошим полем. Выходили даже сами тренерским составом, мы собирались, играли товарищеский матч. Поле хорошее, турнир хороший, состав участников приличный. То, что мы планировали сыграть с хорошими командами, мы это выполнили. Не вижу никакой неудачи. Третье место тоже хорошее. Говорю, попались крепкие соперники, где пришлось тоже нам тяжело, не могли поймать свою игру в каких-то моментах. Но в целом, в целом, турниром доволен. Только положительные эмоции испытываем от турнира, от города, от организации турнира, от того, как это нам есть чем сравнивать. Действительно, все построено, все отлажено до мелочей. И сам турнир, и условия проживания, и питания, и того, где мы играем, конечно, все на очень высоком уровне. То, что здесь увидел я, и то, что касается футбола, ну, тоже для нас это очень хороший опыт, потому что от такого уровня сопротивления, в принципе, на турнире, в каждой игре, это очень важно для ребят. Мне было приятно получить приглашение на этот турнир, тем более, когда узнали, что называется, в честь великого тренера, которому мне удалось, посчастливилось быть под его руководством тоже в команде, когда верил футбол. Поэтому мы, естественно, сразу откликнулись на это приглашение. И понравился сам турнир, как организация, так и как хороший уровень команд. Поэтому большое спасибо организаторам. Кубок Юрия Семина может стать еще одним футбольным брендом для нашего региона. А тот факт, что Юрий Павлович лично посетил турнир и в течение двух дней наблюдал за матчами, принял участие в церемонии награждений и даже подготовил несколько уникальных индивидуальных призов, учитывая его безграничный авторитет, во много раз повышает престиж этого соревнования. На торжественной церемонии закрытия заместитель председателя правительства Мордовии Инсавхай Рулин предложил сделать турнир традиционным и следующий кубок провести уже летом на стадионе Чемпионата мира в Мордовии-арене. Это первый турнир. Я надеюсь, мы его будем продолжать ежегодно. В вашу честь обязательно, потому что вы нас тот человек, который много сделал для футбола республики, ну и в целом для всей страны. Поэтому ваш авторитет позволит, надеюсь, нам ежегодно проводить такой турнир и команд участников будет намного больше. Следующий, если, я думаю, может быть, проводить ближе к лету получится, то, я думаю, его можно будет уже провести и на нашем центральном стадионе, на Мордовии-арене. И там уже вопрос собирать, собирать большие количество болельщиков. Благодаря планомерной, упорной работе организаторов турниров по футболу в Саранске, столица Мордовии закрепила за собой статус настоящего всероссийского футбольного центра. Недаром на соревнованиях в столице республики только за последние неполные 4 месяца побывали представители практически всех топовых футбольных академий нашей страны, включая школы ЦСКА, Спартака, Локомотива, Зенита, Ростова, Крыльев Советов и Академии Коноплёва, а также юных футболистов из Абхазии. И все, без исключения команды, уезжая, не прощаются, а говорят до встречи на следующем турнире в Саранске.